Старый Голливуд был переполнен красавицами-старлетками, которыми мы продолжаем восхищаться и сегодня. Но, к сожалению, киноиндустрия того времени была более жестокая и бескомпромиссная, поэтому многие знаменитости поплатились личным счастьем за свой успех и славу. Легендарная звезда Кэрол Ломбард, снявшаяся в таких фильмах, как «Мой человек Готфри» и «20 век», станет одной из самых высокооплачиваемых актрис в разгар Великой депрессии. Она была известна как любительница тусовок и шикарных вечеринок. Ее мужьями были мегазвезды – Уильям Пауэлл и Кларк Гейбл. Ей также суждено было стать первой жертвой Голливуда во время Второй мировой войны. Ломбард ушла из жизни в 33 года, будучи на пике популярности. О ней скорбела вся Америка. Кэрол Ломбард родилась в Форт Уэйн, штат Индиана, 6 октября 1908 года, на улице Рокхилл, 704. При рождении ей было дано имя Джейн Элис Петерс. Она была третьим ребенком и единственной дочерью Фридриха Кристиана Петерса и Элизабет Джейн Бесси Петерс. У нее было два старших брата, с каждым из которых она продолжала общаться до конца жизни – Фредерик Чарльз и Джон Стюарт. Родители Ломбард, оба происходившие из богатых семей, обеспечили своим детям комфортное и беспечное детство. Однако их отношения друг с другом были напряженными. Поэтому никто особо не удивился, когда в октябре 1914 года Элизабет взяла детей и переехала с ними в Лос-Анджелес. Хотя пара официально не разводилась, вместе они больше никогда не жили. Постоянная финансовая поддержка отца позволила семье ни в чем не нуждаться. Но их жизнь больше не была такой благополучной, как в Индиане, когда родители были вместе. Молодая Кэрол Ломбард обожала заниматься спортом и смотреть фильмы. В средней школе она занималась теннисом, волейболом и плаванием, а также регулярно получала награды за свои достижения в легкой атлетике. В возрасте 12 лет это увлечение неожиданно обернулось для Ломбард ее первой ролью на экране. Играя в бейсбол с друзьями, она привлекла внимание кинорежиссера Алана Двана, который позже вспоминал, что увидел симпатичную маленькую хулиганку, которая отбивалась от других детей, лучше всех играла в бейсбол. Мне нужна была девушка именно ее типа для следующего фильма. С поддержкой матери Ломбард с радостью сыграла небольшую роль в мелодраме «Совершенное преступление» 1921 года. Несмотря на столь многообещающее начало, дальнейшая биография Кэрол Ломбард будет полна трудностей и испытаний, а закончится и вовсе настоящей трагедией. «Совершенное преступление» не обрело широкой популярности, но краткий опыт побудил Ломбард и ее мать задуматься о кинокарьере. Она часто бывала на пробах, но не добивалась успеха. После яркого выступления в школе она была разыскана сотрудником Чарли Чаплина, который предложил ей пройти прослушивание на роль в фильме «Золотая лихорадка» 1925 года. Роль она так не получила, но голливудские продюсеры как следует к ней присмотрелись. Для того, чтобы привлечь их внимание, она сменила свое имя на Кэрол. Джейн считалась слишком скучным. Начинающая актриса взяла это имя в честь девушки, с которой она играла в теннис в средней школе. В октябре 1924 года, пережив многочисленные неудачи и разочарования, 16-летняя Ломбард подписала контракт с Фокс. Как это произошло, неясно. В ее официальной биографии написано, что директор студии познакомился с ней на званом ужине. Но более поздние источники свидетельствуют о том, что мать Ломбард связалась с представительницей кадрового агентства, которое устроило юной актрисе прослушивание на роль. По словам биографа Ларри Свинделла, красота Ломбард впечатлила Уинфилда Шихана, главу студии, и он решил подписать с ней контракт в размере 75 долларов в неделю. Кэрол бросила учебу, чтобы начать полноценную актерскую карьеру. Сменив фамилию, она стала той самой Кэрол Ломбард, которая всем так хорошо знакома. В марте 1925 года студия Fox дала актрисе главную роль в драме «Брак в пути», где она сыграла в паре с Эдмундом Лоу. Ее выступление было хорошо воспринято как зрителями, так и критиками. Несмотря на это, главы студии не были уверены, что Ломбард годится на ведущие роли, и ее годичный контракт не был продлен. Многие полагали, что травма лица, которую она получила в автомобильной аварии, была главной причиной такого решения. Опасаясь, что шрам на щеке, который достался ей в качестве напоминания об аварии, погубит ее карьеру, 17-летняя Ломбард решила лечь под нож пластического хирурга, что было редкостью в те времена. Оставшуюся часть шрама Ломбард научилась скрывать при помощи макияжа и освещения. Дальше ее карьера стремительно пошла в гору. Она сыграла в 15 короткометражных фильмах с сентября 1927 года по март 1929 и была счастлива от того, что смогла сниматься в полноценном кино. Она назвала эти годы поворотным моментом в своей карьере. После успеха очередного фильма с ее участием, студия Paramount подписала с Кэрол Ломбард контракт на 350 долларов в неделю. Постепенно эта сумма увеличилась до 3500 долларов в неделю. Она снялась в комедии «Бадди Роджерса. Безопасность в цифрах» 1930 года, положительно отмеченную кинокритиками. 1934 год стал пиковым в карьере Ломбард. Она начала с музыкальной драмы Уэсли Раглса «Болеру». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джордж Рафт и она продемонстрировали свои танцевальные навыки в этом экстравагантно поставленном спектакле Морриса Равелля. Перед началом съемок ей предложили главную женскую роль в фильме «Однажды ночью», но она отказалась из-за конфликтов с его создателями. Болеру был благосклонно принят публикой и критиками, а один из более поздних фильмов Кэрол Ломбард, музыкальная комедия «Мы», стал кассовым хитом. Затем Ломбард была завербована режиссером Говардом Хоксом, который предложил ей сыграть главную роль в своей культовой винтажной комедии «Двадцатый век», после которой она стала одной из главных звезд Голливуда. Фото Кэрол в то время украшали все городские афиши. Успех Ломбард укрепился, когда она была приглашена в «Универсал», чтобы сыграть винтажной комедии «Мой мужчина Готфри» 1936 года. Уильям Пауэлл, который играл роль Готфри, настаивал на том, чтобы Кэрол дали роль главного женского персонажа. До этого Пауэлл и Ломбард уже успели побыть парой, пожениться и даже развестись. Но Пауэлл все равно считал, что его бывшая жена идеально смотрелась бы в роли Ирины, ведущего женского персонажа. Продюсер фильма, который лично знал Ломбард, советовал ей опираться на свой собственный эксцентричный характер, играя роль в фильме. Она много работала над выступлением, особенно с поиском подходящих выражений лица для Ирины. «Мой мужчина Готфри» в итоге стал кассовым хитом. Он получил целых шесть номинаций на девятой церемонии вручения Оскара, в том числе номинацию на самую лучшую актрису, которой удостоилась Ломбард. Биографы называют эту роль лучшей в ее карьере. Ломбард всю жизнь стремилась выиграть Оскар и выбирала свой следующий проект из нескольких возможных сценариев, мечтая сыграть максимально удачную роль. Фильм «Бдительность в ночи» 1940 года режиссера Джорджа Стивенса показал Ломбард в роли молодой медсестры, которая сталкивается с рядом личных трудностей. Несмотря на высокую оценку, она не получила номинацию, на которую рассчитывала, так как мрачное настроение картины подавляло зрителей, а кассовые сборы были плохими. Несмотря на осознание того, что ей больше всего подходят комедийные роли, Ломбард снялась еще в одной драме «Они знали, чего хотят» 1940 года, которая была умеренно успешной. Смирившись с тем, что комедийные роли даются ей лучше, Ломбард впервые за три года снялась в комедии, получившие название «Мистер и Миссис Смит» 1941 года. Это был настоящий коммерческий успех, так как зрители были довольны тем, что кинокритик Свиндл назвал запоздалой хорошей новостью о том, что Кэрол снова стала веселой. Это было почти за год до того, как Ломбард посвятила себя следующему фильму, поскольку ей понадобилось время, чтобы сосредоточиться на доме и браке. Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард познакомились на съемках за несколько лет до фильма «Мистер и Миссис Смит». Они полюбили друг друга с первого взгляда. Тем не менее, отношения Кэрол Ломбард и Кларка Гейбла поначалу были довольно сложными, но в итоге закончились счастливым браком. Но это счастье было коротким из-за одного ошибочного решения, которое актриса приняла под конец своей недолгой жизни. В начале 40-х актриса была на пике популярности, а трогательные фото Кэрол Ломбард и Кларка Гейбла, третьей женой которого она стала, считались подлинным доказательством того, что настоящая любовь еще живет в Голливуде. Когда США вступили во Вторую мировую войну в конце 1941 года, Ломбард отправилась в свой родной штат Индиана для сбора пожертвований в поддержку американских военнослужащих. Ломбард смогла собрать более 2 миллионов долларов за один вечер. Сегодня бы эта сумма равнялась 33 миллионам долларов США. Первоначально ее команда должна была вернуться в Лос-Анджелес на поезде, но Ломбард стремилась добраться домой быстрее, а потому решила воспользоваться услугами авиакомпании. И ее мать и помощники по туру боялись летать и настаивали, чтобы актриса следовала своим первоначальным планам и ехала на поезде. Ломбард предложили подбросить монету. В результате она выиграла этот спор и поступила по-своему. Мать актрисы решила лететь вместе с ней. В утренние часы 16 января 1942 года Ломбард и ее мать сели на самолет, летящий в Калифорнию. После дозаправки в Лас-Вегасе самолет взлетел в 1907 и врезался в двойной пик высотой около 2500 метров. Все 22 пассажира, включая Ломбард и ее мать, и 15 солдат армии США мгновенно погибли. Было установлено, что причина аварии была связана с неспособностью пилота правильно лавировать между горами, окружающими Лас-Вегас. В качестве меры предосторожности против возможности попадания японских бомбардировщиков в американское воздушное пространство у Тихоокеанского побережья были отключены все предохранительные маяки, которые использовались для облегчения ночных полетов, оставив пилота и экипаж рейса без каких-либо визуальных предупреждений о приближающихся горах. Так, актриса стала жертвой халатности американских властей. Смерть Кэрол Ломбард стала подлинной национальной трагедией для Америки.